Настоятелю Московского храма в честь всех святых в Красном Селе, члену Союза Писателей, Протеерею Артемию Владимирову. Христос Воскресе! Дорогие друзья, обратим наше внимание на то, что уже третий год форум собирается в день святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. И под его светлым ликом мы сегодня здесь, дабы потрудиться и умом, и сердцем в этот день. Многие, наверное, знают, что он был самым юным среди двенадцати апостолов. Юность всегда прекрасна. Не случайно Иоанн Богослов именуется любимым учеником Христа. Между тем, как пережил всех прочих апостолов, доживший до столетнего рубежа. Дай Бог, чтобы юность, здесь собравшаяся, так разумно и мудро шествовала жизненной стезею, чтобы хотя бы приполовить средину жизни достичь седин мудрости молитвами апостола Иоанна. Часто он изображается подносящим к устам указательный палец и прикасается к устам своим указательным пальцем, пристально взирая на тех, кто любит разговаривать во время торжественных речей, при открытии форума. Что означает это прикосновение перста к собственным губам? Молодежь пусть размышляет, что сокрыто в этом знаке. Наверное, не только призыв к молчанию, которое, вы видите, уже воцарилось в этой студенческой аудитории. Но и не только. Прижать перст к устам, значит, явить внутреннюю глубокую работу мысли. Богословами не рождаются, ими становятся, и то далеко немногие. Прижать указательный палец к устам – это значит вступить в область священного безмолвия, когда сердце внемлет Богу и тайно от других собеседует с Небесным Отцом. А еще прижать к устам указательный палец – это образ того внимания, той сосредоточенности, той целеустремленности, той самособранности, той внутренней дисциплины, которой иногда так не хватает современной молодежи, той дисциплины, которая впоследствии, когда жизнь уже приполовляется, и идет к закату и избавляет нас от рассеянного склероза – плод разболтанности, распущенности, распоясанности. В заключение обращу ваше внимание, что Ян Богослов держит на коленях Священное Писание, книгу книг, в руках его стело. Сам он взирает куда-то к небесам, в область заочную. Что это? Это значит, что наша человеческая мысль бывает вялой, бессильной и совершенно беспомощной в разрешении самых трудных вопросов временной и вечной жизни, если эта мысль не обращена к Вышней Премудрости, если эта мысль не питается откровением, запечатленным в Священном Писании. И кажется, что из сидящих здесь, в зале молодых людей, уж трое обязательно найдутся, которые руководствуются древней мудростью. Ну, леди, сины, линия, ни дня без строчки, прочитаны из Священного Писания Нового Завета. Наконец, Святой Ян Богослов часто изображается предстоящим Кресту, а близ Него, по другую сторону Креста, Дева Мария. Не все знают, что человечество было обручено Деве Марии, Царице Неба и Земли, самим Господом Сокреста, в лице Святого Иоанна Богослова. Почему Его? Потому что Он отличался особенным целомудрием, чистотой души и тела. И дай Бог, чтобы мы с вами в наших трудах, в наших теоретических изысканиях не забывали, что фундамент бытия Вечности – это чистая мысль, чистое чувство, чистая душа, чистое сердце, чистое тело, чистый образ жизни, имея которые, мы будем плодоносить, и в душе нашей расцветут вот такие цветы нравственных совершенств, веры и дела, кротости и премудрости, радости, мира и любви. Христос Воскресе! Приглашаю на сцену аспирантку и лидера молодежной православной организации РГСУ «Васильевцы» Марию Цыганкову. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Позвольте мне рассказать о молодежно-православном движении нашего университета. Очевидно, что молодежные православные движения в России приобретают все больше размах. Два молодежных православных форума, которые прошли в Российском государственном социальном университете с участием представителей разных молодежных организаций, дали свой результат. 14 января 2009 года, в день памяти святителя Василия Великого, студента-метеологами РГСУ, было принято решение о создании молодежной православной организации «Васильевцы». Практически сразу в ряды новой молодежной университетской организации ввелись студенты от других специальностей – лингвисты, политологи, юристы и другие. У православной молодежи РГСУ много добрых наставников из числа работающих в университете педагогов. В первую очередь, это наш ректор, основатель РГСУ, академик Российской академии наук Василий Иванович Жуков. Василий Иванович известен в широких кругах общественно-церковных, как активный сторонник соработничества церкви и государства в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи и развития теологического образования в высшей школе. Ректор – постоянный участник рождественских образовательных чтений. Он оказывает всемирную поддержку восстановлению храмов Русской Православной Церкви, в частности, Крутицкого подворья и мужского Рождества Пресвятой Богородицы, монастыря Коренная Пустынь. Ректор РГСУ Василий Иванович Жуков за заслуги в деле возрождения церковной жизни в России четырежды награжден церковными наградами. Это орден Русской Православной Церкви по имени преподобного Сергия Радонежского, третьей степени, орден Русской Православной Церкви имени преподобного Серафима Саровского, третьей степени, ордена Русской Православной Церкви имени преподобного Даниила Московского, второй и третьей степени, почетный знак отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви – пастырь Добрый. Наставниками нашей православной молодежи являются заведующая кафедры теологии, доктор исторических наук, профессор Зубанова Светлана Геннадьевна.